Я хочу сегодня говорить на тему «Блажены нищие духом». Как вам? Блажены нищие духом. Соответственно, давайте откроем Матфея 5 главу, Нагорную проповедь. Я еще раз говорю, это не совсем проповедь, это больше пожелания. Больше пожелания всему христианскому центру восстановления на 2014 год. Пожелания на 2014 год. Я буду читать с первого стиха, пожалуйста, следите за мной в том, что мы считаем, тем более язык где следить. Матфея 5 глава, с первого стиха. «Увидев народ, Иисус взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря, «Блажены нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное». Вам не громко? Нормально, да? У меня можно чуть тише здесь. «Блажены нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное». Спасибо. «Блажены плачущие, ибо они утешатся». «Блажены кроткие, ибо они наследуют землю». «Блажены аучущие». Аучущие – это голодные. «Блажены голодные и жаждущие». Это те, кто хотят пить. Правды. «Ибо они насытятся». «Блажены милостивые, ибо они будут помилованы». «Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят». «Блажены миротворцы, ибо они будут наречены Божьими сынами. «Блажены изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное». «Блажены вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески праведно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Гнали и пророков». «Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Он продолжает. К чему он это говорит? «Потому что вы». «Потому что, я добавил, но вы соль земли. Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве бросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. «Так, да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного». Аминь. Вы знаете, я хочу несколько сделать акцентов на том, что я здесь прочитал, и пожелать нам некоторые вещи. Все, о чем я буду говорить сегодня, заключается исключительно в третьем стихе. «Блажены нищие духом». Давайте вместе скажем. «Блажены нищие духом». Громче. «Блажены нищие духом». Это важно слышать. Не просто от меня. Но кто-то говорит, зачем, пастор, так, ну, как будто бы мы в детском саду повторяем. В детском саду не потому, что дети, или не потому, что они нормальные повторяют. Потому что, когда ты что-то повторяешь, ты слышишь себя, а не другого человека. А когда ты слушаешь себя, ближе доходит. «Блажены нищие духом». В принципе, все заповеди блаженства, они... Несколько пунктов хочу о них сказать. Первый пункт. Вы знаете, я всегда читал, к сожалению, я не знаю, я понимаю, что тенденция, наверное, христианской жизни в современном мире, она все-таки скатывается до вот этого. И я уморяю вас, давайте не позволим, чтобы в наших жизнях она скатилась. К чему? К желательности. Я не знаю, если это можно так сказать. Вы понимаете, о чем я говорю? Есть обязательность, а есть желательность. Или как это еще можно уморять? Ну, рекомендация, да. И неплохо бы, как бы. И я, к сожалению своему, тоже начал чувствовать, что, например, когда я читаю заповедование, заповеди блаженства и Нагорную проповедь, а Нагорная проповедь это канон. В принципе, 6, 5, 6, 7 главы Матфея, ну, я вам так скажу, можно, ну, не то, чтобы все убрать в Библии, но здесь есть все, что потом расшифровывает весь Новый Завет. Здесь есть все. Это концентрат всего, что Иисус смог и дал нам всем. И, в принципе, заповеди блаженства, это ровня с заповедям, десяти заповедям, которые Бог давал Моисею на горе. Тем десяти заповедям, за которые, в принципе, невыполнение которых в народе Божьем, вы помните, что делали? Камнями насмерть побивали. Теперь, друзья, я хочу еще раз прочитать эти 8 стихов, но учитывайте тот факт, что заповедь блаженства, это не рекомендация, это заповедь. Прошу, скажи своему соседу, это заповедь. Это заповедь! Заповедь! Это заповедь! Заповедь! Это то, что я, как уверовавший в Иисуса Христа человек, обязан исполнять. Я обязан это исполнять. Вы знаете, например, Моисей пришел с горы и сказал, Народ Божий, рекомендую вам, не убейте. Не, ну, конечно, если очень хочется, Главное, верь в Бога, убей, но желательно не убей. Позвольте, ну, вы понимаете, это абсурд, это даже не смешно, это глупо. Вы согласны? Поэтому, друзья, я хочу прочесть еще раз 3 стих и далее. Позвольте, услышьте, что здесь написано. Блажены нищие духом, ибо таковых есть царствие Божье. Если ты не нищий духом, но веришь в Бога, Царство Божье, Небесное, в которое ты собираешься, тебе не принадлежит. Позвольте, ну, зачем так радикально? А радикально звучит или нет? Это факт. Блажены нищие духом. Не потому, чтобы, вы знаете, есть рекомендательный характер такой. Ну, если ты хочешь утверждать Царство Божье на земле, двигаться в силе духа помазаний, святости, харабаса-марабаса, ну, потому что дальше, то есть, ультрахаризматические слова заканчиваются, то, в принципе, ты должен быть нищим духом. А я тебе скажу словами Иисуса Христа. Если ты хочешь попасть в Божье Царство после своей смерти, ты должен быть нищим духом на земле. Блажены, плачущие. Ой, вообще-то в современном 2013-14 году мы привыкли к христианской церкви, в которой блажены радующиеся, процветающиеся, использующиеся Господа нашего Иисуса Христа для благ своих. От улыбки треснуло лицо. Девиз в современной церкви. Блажены, плачущие, ибо они утешатся. Здесь не идет речь о том, что ты блажен, если у тебя горе, и ты плачешь. Нет. Блажены, плачущие – это глубоко неудовлетворенные. Это для которых несчастье – то, что происходит вокруг нас. Это люди, для которых вызов – любое горе. Это люди, способные плакать с плачущими. Блажены, плачущие. Блажены, плачущие. Блажены, плачущие. Вы знаете, дальше страшно, да? Блажены, кроткие, ибо они наследуют землю. Кроткие – это смиренный, это человек укращенный, который может обладать собой. Блажены, плачущие, или голодные, жаждущие правды. Только они насытятся. Блажены, милостивые, ибо они будут помилованы. Блажены, чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Или узрят? Узрят. Они Бога узрят. Кто Бога узрит? Только чистый – это не факт, я скажу. Во имя Иисуса, карабас-барабас, семечки-тапочки, да. Но только чистые сердцем, в глубине своей жизни, и внешне, и в глубине, узрят Бога. Послушайте, я хочу это повторить. Ты не узришь Бога теологически. Ты не узришь Бога, потому что ты теоретический христианин. Ты не узришь Бога, потому что ты привык к христианскому образу жизни, и ты не куришь и не пьешь. Послушайте, большинство людей, присутствующих особенно здесь, а вы не курите, не пьете, потому что у вас привычки такой больше нет. А матом вы не ругаетесь, потому что вы забыли уже это дело. Многие. Не все. Блажены, чистые сердцем. Это люди, в которых есть, ой, чистое сердце. Я не знаю, кто-то из вас уже понимает, что такое чистое сердце? Вы знаете, ну, Маша говорит, я, я про себя пока так сказать не могу. Я пастор. Потому что есть еще темные закоулки в моей жизни, в моем сердце, с которыми мне нужно бороться, и я сражаюсь иногда, чуть ли не до крови. Потому что чистота сердца, это очень тяжело. Но послушайте, это абсолютное требование, если ты хочешь узреть Бога. Встретиться с Богом лицом к лицу. Послушайте, Бог не гуманист. Он не председатель корпорации или организации Greenpeace или Юнисеф. Короче, вы понимаете, о чем я говорю? Заповеди блаженства, это обязательно к исполнению христианина заповеди. Это нежелательно. Но я хочу сегодня поговорить только об одной. И дать вам это пожелание. Блажены нищие духом. Теперь второй факт по поводу заповедей блаженства. Первое, они обязательны. Поэтому, друзья, мы как церковь, мы должны быть нищими духом. Кроткими, смиренными. Мы должны быть жаждущими и овчащими правды. Мы должны быть бороцами за справедливость, там написано, милосердными и так далее. Теперь, друзья, я вернусь к этому. Но второй факт. Я хочу второй факт вам сказать. Получается все, что Бог говорит в заповедях блаженства, Он выражает определенное состояние человека. На которое реагирует Бог. Фактически, запомните, Бог реагирует только на состояние человека. Он не реагирует на теоретическую жизнь человека. Он реагирует только на состояние. На общее, внутреннее, соответствуя внешнему состоянию человека. Бог реагирует только на состояние. Посмотрите, жаждущий правды – это состояние. Нищий духом – это состояние. Я не знаю, что там дальше. Кроткие. Вы знаете, есть люди, которые кроткие в церкви, но бушующие дома. Это некроткие. Или на работе. Вы понимаете, о чем я говорю? Это ерунда. Это человек абсолютно некроткий. Это антикроткий. Теперь посмотрите, но кроткие, потому что. Это состояние. Это состояние, когда кроткими не рождаются. Когда ты режешь, 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 режешь себя и превращаешься в кроткого человека. Посмотрите, все вещи, которые здесь перечисляются, блаженные алчущие, жаждущие, блаженные милостивые, блаженные кроткие, блаженные и так далее – это все состояние. Посмотрите, никогда в жизни, и особенно в 2014 году, это мое пожелание, не позвольте. Перевести свою жизнь на теологические факты, а не состояние своей жизни. Я не знаю, услышали вы меня или нет. Иногда в моей христианской жизни были, хотя я никогда толком не уходил от Бога. Но, например, в моей христианской жизни иногда были моменты, когда я знал, на данный момент, если я умру, я не пойду на небо. И не потому, что я упал жестокий грех или еще что-то. Я просто понимал, на данный момент я позволяю себе жить не в состоянии нищеты духа, не в состоянии жажды и алкания правды. Я не живу в этом состоянии. Я просто посещаю церковь, или иногда не посещаю. Я просто живу, я живу, наплаву по течению. Но посмотрите, все, что сказал Иисус, Он дал лимит христианской жизни. Ты должен жаждать, ты должен быть нищим. Теперь посмотрите, еще один факт отсюда. Грозное пожелание, да, на 2400 году. Посмотрите, еще один факт отсюда. Он говорит, неблаженны богатые. Он говорит, неблаженны счастливые. Он говорит, блаженны плачущие. Он говорит, неблаженны богатые, а богатые духовно. Я так хочу быть богатым духовно. Он говорит, нет, блаженны нищие духовно. Почему? Все эти пункты, которые там есть, они все относятся к неудовлетворенности. Они все относятся к определенному состоянию духовной неудовлетворенности. И только это является истинным, настоящим состоянием христианина. Плачущие, блаженны, это состояние удовлетворенности или нет? А алчущие? А жаждущие? А нищие? Кому из вас нравится, кто из вас знает, что такое нищета, не понаслышке? Вы знаете, что такое, вы проходили, возможно, это. Я двумя руками могу махать. Я благодарю Бога за то, что он меня оттуда вытащил. Это тяжелое состояние. Знаете, что такое нищий человек? Это плюшки. Иногда мы вынуждены им быть в нищете, потому что мы только думаем, как насытиться. В моей жизни были моменты, когда я мечтал о еде. Я мечтал о еде. И вы знаете, когда в моей жизни свет отрезали за неуплату дома, и еды никакой нет, и ты понимаешь, что мама вся в горе от того, что ей нужно кормить ребенка, и она еще даже здоровье не позволяет. Я помню эти моменты. Я помню, что ты ходишь, и просто думаешь, где бы денег достать. Не просто для того, чтобы красиво одеться, купить себе классные кроссовки в детстве. Нет. Для того, чтобы купить домой хлеба. Настоящего хлеба. Не было хлеба. И вы знаете, я помню это состояние. Ты постоянно живешь мыслями об этом. Ты просыпаешься с мыслями о том, что сегодня ты съешь последнее, или что ты вообще сегодня съешь. Ты не можешь думать ни о чем другом. Даже если ты улыбаешься в школе, у тебя живот бурчит. И твоя улыбка перестает быть искренней. Я сейчас не на жизнь жалуюсь. Бог вытащил меня, слава Богу. Но посмотрите, состояние нищеты духовной, это примерно что-то типа того. Когда ты просыпаешься утром, и ты жаждешь. Когда ты идешь днем, и ты жаждешь. Когда ты вечером с работы уставший, но ты жаждешь чего-то Божьего. Ты жаждешь Бога. Ты жаждешь, чтобы Он действовал. Ты жаждешь Его Царства. Ты жаждешь, жаждешь. И об этом думаешь. Вот что такое нищета духом. И вы знаете, что написано? Если ты так не живешь, ты рискуешь не попасть в Царство Божье. Не, ну пастор, там теологически, мне кажется, написано, что все-таки, как бы, Царство Божье, я не увижу в том, что я буду теоретически, с точки зрения банальной юридиции, я как бы не буду его утверждать. Ну, как бы у меня сейчас времени с работы нету его утверждать, поэтому, в принципе, как бы... Не дай Бог предстать перед Господом однажды и сказать, Господь, ты же знаешь, что я пахал в две смены. И не дай Бог услышать, а ты туфли и подешевле не мог купить, ты мог бы пахать просто в одно. Зачем? Боже, не нищие духом. Боже, не нищие духом. Боже, не нищие духом. Это состояние неудовлетворенности. И вы знаете, я вхожу в 2014 год, и я молюсь о том, чтобы моя жажда с началом Нового года, она стала еще глобальнее и больше. Наша жажда по Богу. Наша жажда по спасению верующих людей, по Его делам. У нас вчера был вечер со служителями, я еще буду встречаться со многим из вас. Но вы знаете, я благодарю служителей нашей церкви всех. Спасибо, что у вас есть в этом городе время служить Богу. И те, которые служат Богу, вы скажете мне в ответ, пастор, а у нас нет времени. Мы просто его вырезаем. Мы делаем его себе в ущерб или не так. Мы провожаем с работы всех с улыбкой, скачущих в кино, а сами идем и ведем домашнюю группу, еще и в метро готовимся. А зачем? Уважаемый нищий дух, не дай Бог присытится. Вы знаете, состояние жажды, состояние духовной неудовлетворенности, это самое великое оружие, которое нужно верующему человеку. Например, в Гидеон, в книге Судей, в 7 главе, по-моему, если я не ошибаюсь, мне кажется, там 13-14 стихи, Господь пришел к нему. И когда Господь пришел к нему, вы знаете, я часто привожу эту историю, потому что она является фундаментальной для моей жизни. Господь пришел к Гидеону, сел и говорит, здравствуй, муж сильный. А он весь перепуганный, помните, да? Он там спрятался где-то вообще, ну, в Канаве. И он говорит, здравствуй, муж сильный. Господь с вами. И лучше бы он этого не говорил. Господь с нами. Господь с нами. А он же не понял, что это Бог сначала. Господь с нами. Он говорит, ты побереги свое уста, вот так вот ляпать просто. Ангел Господень. И он на него как наехал. Вы помните это или нет? А там есть? Открыли? Нет? Шестая или седьмая была? Шестая, наверное, на сейере была. Шестая, да, 14 стихи. И он на него как наехал. Ангел Господень уже, ну, ну, от него, он устал. Да ты за этим, за разговором своим следи. Он ему что, он его чуть не бить. Какой Господь с нами? А мы не тяне напали, мы ведь тяне перебили. Я весь в рабстве. Что происходит? Он говорит, вообще-то тебе есть чего бакалачивать, у тебя все нормально. Какое все нормально? Снак, тиска, где Бог? И он как начал, тогда... Нет, это не то. Ну, ладно. Там про Гидеона, шестая глава судей. Вот. И, короче, и он как начал там... И вы помните, что в конце произошло? Ангел Господень уже, ну, просто из стойки выходит и говорит, все, родной, вот с этой силою твоей иди. И Бог будет с тобой. И тот, как на него посмотрел, говорит, либо ты дурак, либо ты от Бога. Он был от Бога. Посмотрите, какую силу ее, вы помните? Один негатив, одно недовольство, одна нищета духом. Богу нужно, и Бог реагирует только на состояние человека, который глубоко жаждет, чтобы Бог действовал в его жизни, в его церкви, в его городе и даже в его стране. Вы согласны с этим? Мама, с шестой главы первом стихе написано, горе вам беспечное на сегодня. Горе вам беспечное на сегодня. У нас будет хороший год. В 2014-й. Он будет трудноватый, потому что придется работать. И вы знаете, часто мне приходят открытки или поздравления разных пасторов и разных церквей. Мне очень приятно, я им очень благодарен. Вы знаете, во всех поздравлениях я всегда такой читаю лейтмотив такой, знаете, ну, такую ненавязчивую легкую мысль. Пусть Господь сам сделает в твоей жизни все вместо тебя. Понимаете, о чем я говорю? Ну, они так не говорят, это смысл вкладывается. Пусть ангелы летают, пусть Господь прилетит, пусть счастье, успех, слава, сила, благодать, милость, покров. Угу-гу, ага, ну, и ты думаешь, да, пусть, 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 пусть. И знаете, в конце открытка апостола Павла такая виртуальная. Только если ты будешь трудиться так, что у тебя глаза вылазить будут просто, и благодать Божья будет с тобою. И вы знаете, на это хочется сказать, что апостол Павел не в духе сегодня. У нас была, это, корпоративка, кураторская. Я много говорил, а потом в конце сказал, ну, короче, если одним словом сказать, я вас предупреждаю, в 2014-м мы получим ровно столько, сколько мы сделаем. И знаете, так чувствовалось даже в атмосфере, как будто бы вот шло поздравление, пожелание, а потом ха-а-а, палка в колеса. Ну, мы же верующие люди. Пусть ангелы полетят и не устанут, на крыльях понесут и не споткнутся. И такая церковь аватара, ну. Я предлагаю смесь с вашего, как она называется, экрана, кто рук вахто, смесь и закатай руки в 2014-м году и работай для Господа с духовной жаждой, и ты увидишь плоды. Ужасно, да? У вас пастор просто, я не знаю, иногда так сочувствует всем членам нашей церкви. Ну, нет, чтобы сейчас встать, одеть бабочку и сказать, вообще, просто садитесь на экранах и... Итак, друзья, апостол Павел заканчивает, и я заканчиваю. Апостол Павел заканчивает мысль о блаженстве, в принципе, к чему он это говорит? Блаженны нищие, блаженны алчущие, блаженны жаждущие, блаженны плачущие. Короче, такое впечатление, что одни оскорбленные какие-то и уничиженные, это настоящие верующие. Мне кажется, некоторые конфессии христианские, я не буду называть их, да, вот, они уже даже аскетизм или бедность, они зафиксировали как этот, как духовность. Нет, нет. Бедность – это не духовность. Вот духовная жажда – это духовность. Аминь. И он заканчивает. Ну, он вообще заканчивает на такой позитивной ноте. Радуйтесь, веселитесь, ну, если вас уничтожают и гонят за Господа. Кого из вас в этом году когда-нибудь куда-нибудь посылали, если вы понесли Евангелие верующим людям? Дайте славу Господу за это. Радуйтесь и веселитесь. И чем дальше или глубже вас послали, тем больше радуйтесь и веселитесь. Люси такая довольная сидит. Да, она имеет право радоваться в конце года, особенно в этом свете. Иначе, то есть другими словами, друзья, он говорит, если вы не жаждущие, если вы не нищие духовно, вы не соль земли. Вот о чем речь. Он говорит, при чем тут вообще, например, вот мы любим, да, когда уже места из Писания есть, как бы его так воткнуть где-нибудь, где тебе хочется. Ну, надо быть солью земли, там, жена мужу дома. Будь солью земли, сиди дома. При чем тут соль земли? Не знаю, просто место из Писания, хрясть тебя по ножке. Место из Писания, зато Слово Божье будет работать эффективно, запугали. Давайте просто посмотрим в контексте. Он говорит, вы блажены, когда вас гонят, вы блажены, когда вы нищие духом. Царство Божье будет принадлежать только вам. И он продолжает, нет ничего, никаких теологических там норм, ничего, просто он продолжает фактически, потому что вы соль земли. Поэтому, когда он говорит, что вы соль земли, он не говорит о том, что вы соль земли чисто теоретически. Если ты покаялся, значит, ты соль земли. Нет. Если ты нищий духом, ты соль земли. Если ты плачущий с плачущими, ты соль земли. Если ты аучущий, жаждущий и борец за правду, ты соль земли. Иначе, теперь внимание, Иисус не просто так предупреждает, ты рискуешь остаться солью, но потерять ее силу. Сила соли в духовной жажде, в духовной нищете. АПЛОДИСМЕНТЫ Соли, насыпьте ее в воду, поварите, например, потом высушите, и останется соль. Но она уже будет не соленой. Знаете почему? Вся вода растворила, высосывала соль, но белый порошок соли останется. И что нужно с ним делать, Иисус сказал? Обязательно. И кому? Куда выбросить? На попрание людям. Давайте мы будем сильной церковью в 2014 году. Я умоляю, прими решение быть сильным верующим. А что значит быть сильным верующим? Это соль, которая имеет силу. А какая соль имеет силу? Нищая духовна. Второй пункт. Второй пункт. Я не буду растягивать эти пункты. Второй пункт. Он продолжает. Будьте светом миру. Вы знаете, он говорит, ну не может, если свечку зажигают, то она должна сиять в доме, во тьме. Она должна сиять. И вы знаете, Иисус с большой горестью, с большой горечью в сердце в 6 главе продолжает на горную проповедь, 6 глава, 23 стих. Он говорит, если око твое будет худо, то и все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, какова же тогда вообще тьма? Иисус предупреждает, если ты христианин, ты должен быть светом миру. И Он предупреждает, есть много верующих, у которых их свет на самом деле тьма. Теперь, хотите, я вам дам нормальное, практическое понимание, светишь ты или нет, ты свет миру или нет. Хотите? Если кому-то от тебя светло. Ух, простите, да, глубина мысли. Теперь, мы церковь, мы свет миру. Ты верующий, я верующий, мы свет миру. Если ты хочешь узнать, свет ли ты миру, свет миру, свет миру. Кому свет? Миру. Свет миру, правильно я понял? Там так написано. Не свет, ну, друг другу, всю жизнь, а свет миру. Теперь, есть ли хоть один неверующий человек, который подтвердит, что ты для него свет и сияние? Если пока нет, ты пока еще не зажегся. Другими словами. Понятно, да? Несерьезно. Другими словами. У нас дома выключили свет. Где моя жена? Она с детьми, по-моему, да? Есть. Ну, хорошо. Мы сидим в офисе, у нас выключили свет. Я включил свечку. Я говорю, Артем, я свечку включил. Артем говорит, пастор, класс, здорово, аминь. Как Маша сейчас сказала, во имя Иисуса. Выключил бы это во имя Иисуса. Я же ее зажег. Он говорит, если вы ее зажгли, пастор, то я бы видел свет. А вы сейчас говорите, что вы зажгли, но я ничего не вижу. Тьма продолжается. Я говорю, Артем, ну, хорошо, ладно, давай хотя бы во имя Иисуса я ее зажег. Говорит, ну, тогда во имя Иисуса нам светло. И мы сидим два этих, знаете, ну, колдуна. Во имя Иисуса светло. Нам светло. Нам светло. Тух! Головой обугал. Мне не больно. Во имя Иисуса мне не больно. Потому что мне светло. Я вообще во имя Иисуса не ударился, в принципе. Кров хлыщет, ну. Посмотрите, единственный способ узнать, светишь ли ты, это когда кто-то скажет, действительно светло. Я пожелаю вам и нам, как церкви, пускай в этом городе в следующем году хотя бы несколько тысяч человек по-настоящему скажут, в моей жизни стало светло, потому что я столкнулся с настоящим светом. Пускай о том, что светло, скажут другие. Да? А не мы друг другу. И сидят два именно таких, знаете, духовных духа. И им светло друг от друга. Все в кровище, все разрушены. Но во имя Иисуса им светло. Давайте мы в следующем 2014 году перейдем и с теорией, и теологией к практике христианской жизни во всем. Да поможет мне в этом Бог. Аминь. Последнее место. Последнее. Два не закончим. Нет, я правда. Пожалуйста, Даник, идите сюда, приготовьтесь. Я последнее место хочу прочесть. Это Деяние. Деяние 21 глава. Я на неделе просто читал эту главу или слушал эту главу где-то, я не помню. Ну, короче, я был под огромным впечатлением. И я с этим состоянием хожу в 2014 год, чего и всем вам хочу пожелать. История. Апостол Павел пришел в дом пророчествующих девчонок. Ну, в смысле, папы, у которого были пророчествующие девочки. Дочери. 21 глава. 10 стих. Он покушал, все нормально, попророчествовали. Ну, знаете, как среди пророков часто бывает. Поели, попророчествовали, легли спать. Все отлично. Но тут врывается еще один человек. Его звали Агав. Пророк Агав. Он врывается в дверь. А вы знаете, это уже был реально серьезный пророк в служении. А это, ребята, серьезные. Ему все руку протянули, он не заметил. Он просто зашел. Зашел в спальню к апостолу Павлу. Схватил пояс его ремень обычный. Павел уже его, очевидно, снял. Ложится спать. Все не могут понять, что вокруг за кипиш. Суета. Что за движение? Спасибо. Что за суета? Что происходит? И этот человек заматывает себе ремнем руки и ноги и ложится спать. Смотрите, что здесь написано. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк. Некто, такое насторожительное. Некто пророк именем Агав. И, войдя к нам, взял пояс Павла и связал себе руки и ноги. Он сказал, так говорит Господь, Дух Святой, мужа, чей это ремень, этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и передадут в руки язычников. Когда же мы услышали это, то и мы... Теперь давайте я здесь прервусь. Вот представьте себе сейчас. Я говорю, ребят, чувствую сейчас, Бог когда призывает, в Китай поеду. Хочу съездить в Китай, на разведку поедем проповедовать. У нас же призвание в Китай ехать, да или нет? И вы представляете, забегает, например, некто пророк, пророк, там, например, Агав Гулев, например, да, такой. Пророк Гулев, вот так вот. Вот. А, нет, лучше просто пророк Олег. Ладно, мы его знаем, некто нельзя сказать. Короче, приходит какой-то человек, вот, он связывает мой ремень лично. И мы чувствуем, Бог что-то делает. И он говорит, ребят, я не знаю, чей это ремень, просто предупреждаю. Человека, который поедет в Китай, и если это его пояс, из Китая уже не вернется. Все, его там арестуют и посадят. Что бы вы делали? Ладно, вы молчите. Я бы сказал, спасибо, родной, сдавай тебе билеты. Спасибо тебе, Господи Иисусе Христе, что помиловал меня от уз. Но давайте посмотрим, что происходит с Павлом и с их ситуацией. Смотрите. Когда мы, ХЦВ, скажем, услышали это, то мы и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим, сдавай билеты. Но Павел в ответ сказал, послушайте, теперь внимание, очень серьезно услышите. В ответ Павел сказал, что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только вынужден быть узником. Я правильно читаю? Не, я правильно читаю. Не, в современном переводе 2014 года. Современный перевод 2014 года. Там написано, я не только вынужден быть узником, но я абсолютно боюсь, не дай Бог, фу-фу-фу, умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. А там так написано? Вы верите вообще, что здравый человек может так говорить? Послушайте, что говорит апостол Павел. Теперь серьезно. Павел в ответ сказал, не томите мое сердце. Я не только хочу быть узником, но я готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. И когда мы не могли, не смогли уговорить Его, мы успокоились и сказали, что? Что сказали? Громче. Еще раз. Еще раз. Да будет воля Господня. Павел убедил их в том, что его страдания – это Божья воля. Разве может быть Божья воля на то, чтобы мы страдали? Разве может быть Божья воля на то, чтобы у меня что-то было плохо? Вы знаете, я сейчас не говорю про плохо просто как плохо. Но послушайте, апостол Павел, он просто успокоил этих ребят, говорит, не рвите мне сердце, мне так приятно, что вы переживаете за меня. Я вас тоже очень люблю. Но не томите мою душу, не разрывайте мое сердце. Знаете почему? Да потому что я знаю, что это мой путь. А мой путь в угождении воли Божьей, он никогда не будет легким, приятным, сладким, порхающим. Это всегда тяжелый путь. Я вам хочу сказать, вот это ключевое слово в пожеланиях вам в 2014 год. Я готов. Я готов. Я чуть не спросил вас, скажите, я готов, но я не могу вас попросить об этом, потому что я не знаю, готов ли ты. Готовы ли мы, как церковь, с предвкушением и радостью, зная, что нас ждет огромный труд, нас ждут большие неприятности, если мы пойдем по пути нищеты духом. Но сказать не хочется, конечно, но я готов. Вот что такое нищета духом. Это когда я говорю, честно говоря, я так, если руку на сердце положить, я другой жизни не вижу. Я хочу выполнять его волю. Я готов ее выполнять. Я хочу, я буду жаждать, я буду движим той неудовлетворенностью, которую сейчас есть в моем сердце, той нищетой духом. И я верю, что выполнил все, что Бог хочет, чтобы я сделал в 2014 году. Давайте поднимемся. Вы со мной? Есть люди, которые действительно понимают, что нужно быть нищим духом. Теперь послушайте, церковь. Мы сейчас будем молиться. Я хочу, чтобы мы молились особенной молитвой. Мы предвкушали 2014 год. Я хочу еще раз сказать эту фразу. В 2014 году мы получим ровно столько, сколько мы сделаем. Это философия Бога. Недавно один парень, ну, ко мне обратились люди, говорят, один парень, он, конечно, не работает, и он верит, что Бог должен его содержать. Ну, он позвонил в церковь, говорит, вы должны снять мне квартиру как члену церкви. Я просто уверен в этом. Ну, естественно, я посмеялся. А потом он серьезно говорит, ну, хотя бы просто денег дайте, мне кушать не на что. Я говорю, пойди и заработай. И он говорит, Бог не такой. Я говорю, Бог такой. Он говорит, если не работает, пусть и не ест. Если наслаждаешься безработицей, ну, в смысле, ленью, наслаждайся голодом, живи в постах веры. Я хочу, чтобы мы сейчас просили у Бога. Возможно, вы сочтете, что это ни при чем, но это не правда. Я хочу, чтобы мы молились о страхе Божьем в нашей жизни и в нашей церкви. Я хочу, чтобы мы боялись Бога всем своим сердцем. Мы с трепетом относились. Мы с трепетом относились к тому, что Бог доверяет нам в церкви. Вы знаете, когда я приехал в эту страну, я встретился с одной ситуацией. Я услышал одну историю, как два верующих смеялись над одним верующим из одной церкви. И вы знаете, о чем они смеялись? Я, конечно, тоже похихикал так, но я гость. Но надо было не хихикать, конечно. Они говорят, ты представляешь, как у них в церкви говорят? Он говорит, как? Меня лидер благословил там, КамАЗ разгрузить. Да. И тот... И, честно говоря, думаю, а что смеемся? И тот говорит, в смысле, как это? И другой говорит, ну у них, типа, как служить Богу, называется благословение. Ну, типа, лидер меня благословил что-то сделать для Бога. Благословил. Я не представляю, если бы мы сейчас попросили кого-то, да, друг друга. Мы бы демократически в духе очень сильно противостояли и верили, что Бог не может так действовать. Мы получим ровно столько, чего мы заслуживаем. Мы должны быть наполненными страхом Божьим, как церковь. И пускай Он движет нами в 2014 году. Вы со мной? Спасибо. Спасибо.